Здравствуйте, коллеги! Всех приветствую в электронной библиотеке читального зала «Перспективная начальная школа». С 1 июня по 15 августа каждый зарегистрированный пользователь может получить бесплатный доступ к электронной библиотеке. Как только вы зарегистрируетесь, вы получите читательский билет с логеном и паролем. После этого вы можете зайти в библиотеку онлайн. В библиотеке онлайн у вас появляются новые расширенные функции и ресурсы. Как устроен ваш личный кабинет в библиотеке онлайн? По каждому предмету, предметной области у вас будет возможность работать с электронными ресурсами и видеть результаты, которые получаются при работе с этими ресурсами. На примере русского языка, части 1, предметной области рассмотрим, как работать с этими ресурсами. Заходим в содержание. У вас перед глазами есть содержание в соответствии с печатным учебником всех тем, а рядом с помощью пиктограмм учебник, тетрадь и тематический контроль есть возможность работать со всеми этими электронными учебниками и пособиями. Ну, например, тема первая, главное сокровище библиотеки, а не шикли копом. Заходим в электронный учебник. У вас открывается первый урок. Содержание заданий полностью соответствует печатной форме. Принципиальное отличие – это возможность использовать мультимедийные интерактивные ресурсы и систему гиперссылок. Все электронные страницы оснащены работой с различными ресурсами. У вас будет возможность работать с толковым словарем и с любыми другими словарями, например, обратный словарь, словарь «Произноси правильно», например, и точно так же выполнять тест с автоматической проверкой и видеть свои результаты. На каждой странице у вас будут различные ресурсы. Точно так же вы дополнительно можете заходить на нужные страницы словарей, выполнять задания и видеть свои результаты. В разделе «Результаты» предъявляются всем пользователям правильный ответ, они закрашиваются в зеленый цвет, и неправильный ответ закрашивается в красный цвет. Возвращаемся на основную страницу. Так как не все задания мы выполнили целиком и правильно, пиктограмма учебника закрасилась только в желтый цвет. Он обозначает, что в этой системе работали, но не все задания выполнили правильно. Электронная тетрадь по содержанию тоже полностью соответствует печатной форме. Ее принципиальное отличие – все задания имеют автоматическую проверку. Выполняя те или иные задания, виден результат, правильно или неправильно, я выполняю ту или иную часть задания. Есть возможность видеть результаты по каждому заданию. И появилась новая опция – это тематический контроль. Тематический контроль предполагает тесты, при выполнении которых можно проверить, насколько ребенком освоены предметные знания. Ребенок прочитывает задания, выполняет тесты, отмечая по его мнению правильные ответы и нажимает кнопку «Проверить». Если все задания выполнены правильно, то каждый вопрос маркируется зеленым цветом и показывается общий балл, максимальный в данном случае 5 баллов, сколько набрал ребенок. Можно выполнять многократно и точно так же просматривать результаты в разделе «Результаты». Вы видите, переходим с учебника на тематический контроль и в тематическом контроле нам показывает, насколько ребенок освоил данную тему. Такие же результаты мы можем посмотреть и в электронной тетради, и мы уже смотрели в электронном учебнике. Помимо этого, есть система маркирования цвета, что позволяет легко ориентироваться, с какой темой я работаю, с какой темой мне еще предстоит поработать. И то, тема, в которой я завершил работу успешно. Зеленым цветом маркируется то пособие, задания которых я выполнил правильно и целиком. Желтым цветом маркируется то пособие, где я начал работу, но еще не выполнил задание. Серым цветом маркируются те пособия, с которыми мне еще предстоит работать. Таким образом, в каждой теме русского языка, для окружающего мира литературного чтения есть возможность работать и с учебником, и с тетрадью электронной, и с тематическим контролем. По математике и английскому языку есть возможность работать с учебником, и с тетрадью, и готовится тематический контроль. Помимо этого, есть учебники по музыке и изобразительному искусству, где можно поработать с электронным учебником. Вы видите точно так же, что есть темы, полностью соответствующие печатной форме, можно проработать со всеми ресурсами этой темы. И если все темы пройдены ребенком и просмотрены, вы видите в разделе «Результат», эти страницы маркируются зеленым цветом, непройденные темы остаются серым цветом. И точно так же закрашивается сама пиктограмма. Серый цвет не приступал к работе с этой темой, желтый цвет не все страницы просмотрел, и зеленый цвет поработал с этой страничкой. Таким образом, с 1 июня по 15 августа 2018 года у каждого желающего есть возможность бесплатно поработать в электронной библиотеке с электронными учебниками и пособиями.